Вы меня извините, вы подойдите пожалуйста в магазин и попросите вам бесплатно торт дадут или сока вам бесплатно нальют? Не сдавал деньги? Деньги зов тебе сдавал, а тортика от Рымов, бачех воно. Когда вы разносили торт, я подошла к Диане и сказала, что извини Диана, я уважаю мнение твоих родителей, но они не сдают на эти мероприятия деньги, поэтому угостить тебя от всех родителей у меня нету полномочий. Главное, что ты не участвуешь в школьных поборах, мне очень нравится, что я бабки не сдавал, а тортик не сдавал, а тортик отримал. Но от кого? От родителей? Да от родителей. Не заплановане свято. Усім дітям раздали по шматочку, окрім неї. Пояснили, її батьки не сдали гроші. Диана хотела піти додому, але її не відпустили. Я начала плакать. И все спрашивали, почему я плачу. И каждому подходили и говорили, что Диана и папа не сдавал деньги. Коли Диана плакала, двоє одноклассників знімали її на камеру. Була там і класна керівниця. Вона різала торт. Але знущанням ніяк не завадила. Она ничего не говорила, она решила не вмешиваться. Наталя Толяренко – представниця батьківського комітету. Має ступень кандидата педагогічних наук. На учителей позбагаються обязанность за состральне психологическое, емоціональне, физическое состояние директора. 54-я статья. У учителей есть руководство, да? Допустим, вы говорите, Райма, я вам говорю, вообще департамент образования города или департамент образования области. Реакция происходит. Но туда нужно прийти, обратиться, письменно обратиться, написать заявление. И на заявление письменно идет всегда реакция. Ну, конечно, возмущение директора выше головы. Нет, смотри, это не реакция. Оно не работает. Мы проводим ситуацию с компанией, мы общаемся с ними, инвестиции, нас страшно. Сказать, что? Обижать в классе. И они не знают, что делать. Если адекватный руководитель, классный, да? Нужно сказать классному руководителю, что есть проблемы. Хороший рецепт, допустим, если классный руководитель соберет класс, проработает вместе групповое занятие с классом. Ну, это бывает очень редко, на самом деле. Есть школьный психолог, которому тоже можно сообщить. Но, в первую очередь, дети должны доверять родителям. Правильно? Правильно. И родители должны слышать. Если ребенок к вам домой приходит, а вы его не слышите, то как бы вы их не учили, ничего не было. А я иногда даже скрываю. Потому что, на самом деле, чтобы мама что-то разбирала. Мама – это первое лицо, которое отвечает за безопасность к клубу. И когда дети нам доверяют, тогда меньше есть проблем. Что делать, если ситуация есть, да? Есть детская горячая линия, Ластрадо, это просто. 116-111, да, и там есть номер. Это же может быть не со своим ребенком. Я всегда говорю, это может быть соседей, неважно. Главное, чтобы дети до них донесли, что там их услышат. Ситуация может быть разная. Многие сейчас видели, да, допустим, избиение. Проявление гулина. На самом деле это страшно, но за это есть уголовная ответственность. А вот за психологическое насилие, как за травлю, просто ответственности пока нет. Что делать, да, Секрея, что делать? Научить детей немножко противостоять и получить взаимопомощь. Вот мы стараемся. В этом школьных поборов, которые существуют сейчас в Украине постоянно, во всех почти абсолютно школах, без исключения. И с целью обратить внимание на такую проблему, как школьный буллинг, как издевательство над детьми, когда детей гнобят, травят, и их жизнь превращается в ад. Я вижу, что харьковчанам это нравится, и развитие должно быть. Вполне возможно. Потому что коррупция не остановилась, и на этой акции не остановится. Я не знаю, как будет дальше, поэтому я пока сделал то, что сделал. Спасибо вам и за это. Мне не жалко. Мне тоже не жалко. Получается, начальство звонит и не хочет приехать сюда. От Горсовета, Тереков. А, Тереков, Горсовет. Горсовета Терекова спрашивает, где-нибудь проведете эту акцию. Он проверяет бинда. Партия регионов спрашивает, какая у вас акция. Слава Украине от партии регионов. Тереков, где-нибудь из-за интернета. А что меня? У меня же кафе. Я не поменял. То есть коррупция докатилась и до детского садика практически в Харькове. Да, в детских садах это тоже все есть. Но у нас вот первая проблема, вот такая наиболее кричащая, с чем мы столкнулись. Когда мы увидели, забирая своего ребенка из детского сада, мы увидели, что дети из группы сквозь забор выбегают за пределы сада. Да, воспитатель в это время стоит на площадке, общается с воспитателем на соседней площадке. И дети не в поле зрения этого воспитателя? Дети не в поле зрения, она их вообще не видит. То есть приехали цыгане, украли ребенка и пофигу. Да. Дети сквозь детку в заборе, разогнутая путь, дети выбегают за пределы детского сада. Побегали, двое деток, двое мальчиков и возвращаются назад, тем же образом. Когда... Им предъявляли вы что-то этим... Когда мы сказали об этом воспитателю, когда сказали об этом заведующим, заведующие отрицают категорически, заведующие нам со словами, а это еще все нужно доказать. А воспитатель, даже нашего ребенка, который об этом говорил, обвинил его во лжи. До сих пор перед ребенком никто не извинился, никакого наказания, никаких взысканий. А дырку заделали в заборе? Дырку заделали сеткой... То есть дырку заделали... Да. Дырку заделали, якобы, все, вопрос решился. И того мы узнали от ребенка о том, когда подняли этот вопрос. Ребенок рассказывал еще о том, что меня вот недавно тоже выпускали там, детки у кого-то там... Выбросили игрушку, меня воспитатель одну отпустила там сходить туда через калитку, сходить за детский садик, за территорию. То есть это опять недосмотр освиты, министерство освиты, которое протирает там только что... В общем-то управление образования, это московский район, управление образования никаких... А московский район Харькова. Это московский район Харькова, да. Еще ситуация была тоже, это повторяется уже не один раз. Во время сончаса ребенок потом рассказывает о том, что мамочка, мы не спали, мальчики нас бусят, будят. И, извините, из песни слов не выбросишь. Они будят девочек, и девочки показывают письюны. Извините, по-другому, ну, вот говорю как есть. Когда об этом начинаешь говорить, поднимаешь вопрос. Во время сончаса детей никто не контролирует. Поднимали этот вопрос полтора года назад, управление образования, там, Грис, начальник управления образования. Ничего, никаких мер не принято до сих пор, и с детьми до сих пор такого же контроля нет. Как полтора года назад была та же проблема, и сейчас то же самое. Вот в этом году осенью мы столкнулись с той же ситуацией. Ребенок снова жалуется, и другие девочки из группы подтверждают ту же проблему. И поборы еще. Это тоже есть, как бы постоянно собираются фонды. Какие-то, да? В фонд группы, в фонд сада. В этом не участвуем, потому что, когда пошли в детский сад, почему не платим, не платим принципиально, мне воспитатель бросила в лицо квитанцию, потому что квитанция была оплачена не в банке, а на почте. Это был вот аргумент, и мне сказали на мой вопрос, что с этим делать. Мне просто бросили в лицо квитанцию, сказали, делайте что хотите. Хотите заново платите, хотите как хотите. То есть веселый садик клептоманов. Это какой номер садик? Это 79-й. 79-й Московского района. Да, 79-й сад Московского района. Дуже дякую. Да не за что. Вот украинцы, акция, и здесь будет в последующем, если преступники, учителя, барыги будут так себя вести, их рыльца, барыжные, в пушку которые, будут здесь. Здесь започаткована акция антибарыжных учителей и министерства освиты. Их рыла будут тут постоянно при каждой акции. Сегодня их нет, этих рылов. Они только в интернете. Абсолютно без проблем. Они вам рассказывают то, что им удобно. Понятно, из-за нашей не грамотности, что мы, знаете, чуть не знаем, чуть не знаем, но это вообще, на самом деле, тяжело. Ты даже не можешь апеллировать, ни фактов, ни аргументов, ничего. Но это мы все время пишем. Да мы читаем. Да, мы с ним вот, потому что мы решили, подписываешь. Что-то знаешь, придешь, поиск, а говоришь. Все равно они где-то люди, потому что, да как-то они знают, что это пишут. Это что-то пишут. Дай я, об интервью. Нет, ты мне где. Малыш, я отмечу. Пойдите в супермаркет. Ну вот, значит. Пойдите в супермаркет. Это будто наша школа, это конечный рынок. Это позор, халкава. Понимаете, какие подставки. Вы там не обстали. Это только сладкий стран. А, ничего не понимаешь. Да, время. И у меня же сверху еще вы же пишете. Сначала вы молода, а сейчас вы таки. Ну, они через суд со временем попытаются восстановиться, потому что их незаконно уволили. И наше отдел образования, увольняй, знают уже об этом прекрасно. Они просто не училивают, что сейчас у семьи есть юрист, который тоже знает все эти шутки. Интересная тема. Интересная тема. Интересная тема. Интересная тема. Интересная тема. Интересная тема. Субтитры подогнал «Симон»